Этот велосипед у Андрея Царёва не первый. Предыдущий угнали буквально из-под носа. Двухколёсного друга не нашли, пришлось покупать новый. Всё лето молодой человек проводит в поездках. Я на работу езжу постоянно. И так с друзьями катаемся. И за Волгу ездим. Около почты оставляю, а работаю на почте. Там оставляю, во дворе. В магазинах оставляю. Ну ничего такого. На трос привязываете? Ну да. В последние несколько лет интерес самарцев к велопрогулкам значительно вырос. И как следствие повысилось внимание преступников к двухколёсной добыче. В июне в Самаре украли 42 велосипеда. По горячим следам удалось вернуть три. В основном уводят из подъездов. Там нет свидетелей. Угоняют и с улицы, и с парков, скверов, от магазинов и торговых центров. Несмотря на то, что сейчас имеется средство ограничения движения этих велосипедов, то есть какие-то там цепи, какие-то ограничители, сейчас имеются разные инструменты, которые позволяют очень быстро это, так сказать, перекусить быстро и забрать велосипед. Тросы, цепи, блокираторы, кодовые замки, камеры видеонаблюдения поблизости от воров не спасут. Людное место тоже. На этом видео социальный эксперимент. Участники оставляли велосипед на тросе, который потом на глазах очевидцев срезали псевдоворы. Из 30 свидетелей только 10 отреагировали и помешали преступникам. Вот примерно такую картину обнаруживают владельцы только что украденных велосипедов. Иногда воры не оставляют даже трос. Специалисты по розыску велосипедов советуют сразу обращаться в полицию, а на месте искать свидетелей. Возможно, кто-то видел нового незаконного владельца. Также советуют записать номера рядом стоящих машин. Теперь у многих есть видеорегистраторы. Полицейским нужно сообщить все приметы велосипеда. Марку, модель, номер на раме, название запчастей, описать каждую царапину, надпись и особенность. И лучше их сделать на своем двухколесном друге. Приметнее будет. Информация об украденных велосипедах есть в ориентировках. Сотрудники полиции регулярно проверяют велосипедистов на улицах. Подозрительных задерживают. Найти украденный велосипед реально, говорят специалисты, если самому принимать активное участие в поисках. Чтобы окружающие могли узнать ориентировки по вашему велосипеду, необходимо сообщить об этом на локальном велофоруме в вашем городе. Использовать социальные сети, различные группы, где общаются люди по интересам, связанным с велоувлечением. Чем больше людей, которые знают о краже вашего велосипеда, где вы подробно укажете все особые приметы визуально, которые отличают его от похожего, тем выше шансы, что его кто-то обнаружит. Пострадавшим от веловоров советуют посещать комиссионные магазины, ломбарды, рынки, следить за объявлениями в интернете. Единственное надежное средство от угона – не оставлять велосипед без присмотра. Олеся Корецкая, Максим Гусев, Сергей Баскин. События.